здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любани а значит у нас коле гостя сегодня у нас обед будем готовить обед обед суп суп очень вкусный я вам скажу что этот суп с нами поделились друзья я уж вам объясняю что у нас много друзей и всяких всяких национальностей да потому начинаем проходить по друзьям дорогие наши сегодня будем готовить суп харчо почему как почему суп называется харчо насколько мне объяснили это значит переводе что это суп из говядины говядины должно быть много потому я сейчас спрошу коля ты с нами долю если я не делаю ничего на работе это не значит что я не переживаю об этой работе правда а я хотела сказать я сразу поняла говядины там но ты на стол значит смотрите чтобы не занимать надо быстрее отправить их чтобы не занимать ваше время я практически все подготовил обратите внимание картина натюрморт такой но все классно значит я сварила 3 здесь у меня готового уже 3 литра бульона вот смотрите какой бульон вот значит я сейчас быстренько сюда отправлю аккуратно мясо мясо на 3 литра брала килограмм еще там чуть-чуть готовым весу то было без косточек только килограмм значит смотрите обязательно это обязательный такой сказать требование чтобы бульон варился на ребрышках или на кости чтобы или косточки вот они видите сколько это я вам показываю что на косточках на мясе я варила обязательно туда и ложила большую луковицу и морковь это сейчас мы все убираем нам не надо выбрали потому что здесь овощи эти не присутствует не лук не сырой не морковь не присутствует значит есть бульона мы сами разобрались здесь 3 литра бульона плюс мясо сейчас это поставлю на сколько варил а мясо варила до готовности варила полтора часа но дорогие мои мясо бывает разное смотрите чтоб хорошо отходил от костей вот это и все сколько полтора два часа два с половиной на таком медленном огне потому сейчас я отправлю на огонь и мы с вами встретимся равно и так дорогими на сковороду налила три столовые ложечки не эти а столовые ложки растительного масла и грамм 30 можно до 50 грамм сливочного масла отправляю сковороду на огонь и разогреваю потом скажу что будем делать дальше и так пока масло разогревается смотрите 3 средние луковицы мелким таким квадратиком помельче отправляю масло и обжариваем до легкой румяности итак дорогие мои пока лучок обжаривается я забыла самое главное сказать что мясо надо обжарить на сковороде я добавила ну грамм двадцать сливочный на сливочном масле я не знаю можно ли нарастить но и на сливочном грамм двадцать сковороду слегка так только смазала и это мясо все обжарила такой до румяности хорошенько потому что извините забыла сказать это очень очень важно обжарили потом отправили и варим ждем пока лучок обжарится хорошо и так как только лук стал так вот золотиться смотрите вот сразу добавляю кубиком нарезанный один болгарский перец красный такой большой значит смотрите если у вас не и обжариваем пару минуточек если у вас нет свежего болгарского перца вы можете взять замороженное ну что тоже будет хорошо это тоже обязательно и так когда вот это обжарилось видите какой красивое все вот но не обязательно чтобы горел лук должен быть такой вот слегка золотистенький добавляем добавляю значит 2 столовые ложки пасты томатные господи кетчупать вот паста томатная видите вот здесь две столовые ложки такие столовая ложка сахара вот он сахар и столовая ложка домашняя или там какая вас есть аджита отправляю сюда все вот он перемешиваю и обжариваем пару минуточек теперь для кислинки добавляю две столовые ложки ткемали и опять все перемешиваем и обжариваем пару минуточек ткемали сливовая да да итак дорогие мои вот сейчас я добавила 300 3 больших ложки а по ложке бульона вот взялась кастрюлю добавила видите такая же денька получилась сейчас добавляем специи специи начну значит я добавляю чеснок чеснок я добавляю сюда кто-то добавляет бульон я сюда 3-4 зубка чеснока чеснока надо быть много должно быть много дальше обязательно хмели-сунели 1 столовая ложка такая с горкой хорошая есть паприка 1 столовая ложка и кориан получается 1 чайная ложечка вот так значит все это пробуем и если вы любите острое перец острый красный жгучий добавляем по вкусу сейчас я это все пережарю еще пару минуточек и скажу что будем делать дальше итак зажарочка такая вот готова отправляю в кастрюлю с бульоном то есть и с мясом конечно же коля ты мясо не брал нет смотри мне я стойкий мясо должно быть супе много я даже буду следить чтоб и ты не брала хорошо дорогие мои отправила так огонь выключу теперь сюда же отправляю рис ну я вам скажу что рис нам больше нравится с круглым рисом хотя и длинный рис я готовила я не знаю мне не говорили точный рецепт что точно там рис должен быть или круглый или длинный тут уж я готовлю с этим значит на 3 литра бульона у меня полу 130 грамм риса сразу отправляем рис сюда же и варить минут минут десять-пятнадцать пока не сварится рис потому ждем я все покажу итак рис уже готов я все попробовала значит смотрите зелени должно быть много хочу суп должно быть у меня это здесь коля не очень много потому что у нас ее не было должна быть петрушка обязательно кинза но много чесночка много пряности потому что суд будет знаете такой пряный классный ароматный ну и легкая остринка это если вы любите что было остро может добавлять больше сейчас я отправлю кинзу и через пару минут и пусть покипит пару минуточек не больше и будем смотреть что получилось итак суп готов смотрите с пылу с жаром уже он и не болит какой-то какой-то сейчас это потому что жир ты пофукаю да пофукаю смотрите вот такой вот густоты вот такой шикарный мясо много вот видите рис но хочу заметить я уже о видите теперь пар пошел вот какой интересный суп значит на вкус все нормальненько сейчас попробую конечно но я вам уже говорила делайте на свой вкус значит зелени должно быть много разной специи все которые есть можете побольше добавлять по своему вкусу это все будет супер сейчас я на тарелочку все это навью как говорится правильно конечно про мужчина не любишь не любящий харчо для женщины практически недоступен ничего ждем итак смотрите налила так хорошенько в мисочку сейчас еще посыплю зеленью который я вот так сверху все значит и попробую конечно ты поля мне позади тут только горячо оказывается моя лукава горячо все равно туда же хотя самое главное попробовать на вкус там то есть на вкус самого супа а потом это все пойдет за милую душу хочу заметить что пряный знаете все травы слышатся чеснок слышится кислота вы скажите сейчас как кемали тоже присутствует хотя там был и в судне соус опасно там одна была нотки моли у него у неё то есть у него соус кемали у него особый какой-то вкус присутствует то что бросила сахар абсолютно ничего на остроту я делала на свой вкус потому пожалуйста готовьте хочу заметить знаю что напишите знаю дорогие мои почему не добавила грецкий орех знаю есть рецепт с грецким орехом но почему-то когда я готовила такой сок хочу с грецким орехом но не зашел как говорится нам больше нравится такой вариант рим вариантов то есть рецепта харчо довольно много потому что они усовершенствуются кто-то что-то добавляет убирает но я думаю что вот это приблизительно классика рецепта супа харчо приготовить приготовила как готовила показала потом готовьте это вкусно это довольно быстро если бульон сваренный то это буквально какие-то 20 минут и суп готов а самое главное заходите на наш канал и подписывайтесь ставьте лайки если не жалко обязательно ставьте а самое-самое главное это будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания